Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Маркетс с торговыми идеями, где на ежедневной основе мы постим большое количество аналитического контента. Вам, друзья, в помощь, чтобы вы лучше ориентировались на финансовых рынках, чтобы у вас был бэкграунд в виде новостей, каких-то фундаментальных событий, либо прогноза, анонса того, что может произойти. Все это можно использовать для принятия конкретных торговых решений. Сегодня, поскольку у нас понедельник в 16.00 по московскому времени, состоится традиционный вебинар «Правильный понедельник», где мы обсудим ту тему и тот топик, который интересен вам. Поэтому в течение сегодняшнего дня вам будет предложено несколько тем на выбор также непосредственно в нашем телеграм-канале. Принимайте участие в голосовании, соответственно, оставляйте свой голос, и та тема, которая станет ключевой в плане выбора, станет центральной в моменте моего сегодняшнего выступления. Ну что ж, друзья, мы довольно-таки неплохо начали очередную торговую неделю. Я бы даже сказал, очень хорошо, потому что все в соответствии с теми тенденциями, трендами, которые мы обозначили, все развивается так, как, наверное, должно было бы развиваться с учетом такой фундаментальной поддержки. Индекс доллара – 100,68. Я рекомендую дальше держать ланги без каких-либо сомнений. Даже не пытайтесь перемудрить рынок, который сейчас остается в мощном восходящем тренде. Это касается индекса американского доллара уж точно. И напоминаю, что на протяжении последних нескольких недель мы с вами фактически каждый день имели возможность послушать мнение представителя американского регулятора. Я думаю, что не будет ошибкой, если мы скажем, что за последние три недели мы услышали мнение каждого голосующего члена американского регулятора, то есть тех чиновников, которые будут ответственны за фактически принятые решения в рамках следующего заседания. Соответственно, с учетом того, что инфляция продолжает расти просто невероятными темпами, напоминаю, что индекс потребительских цен впервые за 40 лет в США превысил показатель 8% и достиг 8,5%. Месячный прирост был 1,2%. Последний раз такую же динамику индекс потребительских цен демонстрировал только во время потребительского бума 2015 года. Тогда на восточное побережье США обрушился ураган Катрина. Сейчас причины роста инфляции, конечно же, несколько другие. И, может быть, даже это и страшно, потому что эти причины носят системный характер. Это потребительский бум, реализация отложенного потребительского спроса после ковида. Это сохраняющиеся проблемы с поставками именно цепочками поставок. Это трудности в логистике, которые, в принципе, характеризуют эти самые проблемы. Высокие цены на энергоносители – это далеко не единственные факторы, которые толкают сейчас индекс потребительских цен все к новым и к новым максимумам. Я не сомневаюсь, друзья, в том, что индекс потребительских цен в США, уровень инфляции, выйдет на новые, сейчас кажущиеся несопредельными, просто невозможными уровнями. Ну, такой вот новостной фон. Поэтому я, как и ранее, напоминаю вам, друзья, то, что мы теперь ждем не просто повышения процентной ставки, мы ждем, что решение по росту процентной ставки будет разбавлено еще анонс программы количественного ужесточения объемом в 95 миллиардов долларов. И до этих решений остается фактически три недели, когда состоится, собственно, следующее заседание американского регулятора. Поэтому остается только лишь смотреть, как индекс доллара каждую неделю выходит на новые и новые максимумы. На этом зарабатывать, тем более, что это сделка, покупка индекса доллара, это сделка, которая не обременена никакими свопами. Для тех из вас, кто ориентирован на долгосрок, лучше инструмента сейчас не найти. Потому что, учитывая, сколько раз американский регулятор планирует до конца этого года повысить процентную ставку доллар, если будет корректироваться, то только лишь на незначительный период времени. Каждый раз, когда он будет давать коррекцию, я, друзья, буду с еще особым новым дополнительным рвением вас мотивировать на то, чтобы вы открывали новые и новые ланги. Золото 1984 доллара за тройскую унцию. У нас была цель 1992 тысячи. Я пока рекомендую от этих уровней не отказываться, тем более, что до них рукой подать совсем чуть-чуть. И золото, опять же, сейчас пользуется спросом на фоне роста напряженности в Восточной Европе, на фоне того, что золото выбирают институционалы. Причем мы сделали вывод об этом на основании отчета, как от Американской комиссии по торговле товарными фьючерсами, CFTC. Собственно, есть у нас уже обновленный доклад. И совокупный клиентский лонг составил уже 245 тысяч контрактов. Это максимальный показатель точно со времен пандемии. У нас есть факт подтвержденного притока средств вытье фонда. Я, по-моему, на одном из своих брифингов на прошлой неделе касался этой темы. То, что за один квартал те фонды, которые, по сути, дают возможность своим клиентам работать с золотыми контрактами, обеспеченными физическим золотом, эти и те фонды скупили почти 270 тонн золота. Монетный двор США. Читался, что в первом квартале продал монет на 518 тысяч тройских унций. Соответственно, добавляем еще и фундаментальную поддержку. А именно то, что золото пользуется спросом как страховка от инфляции, так же, как и в отношении индекса доллара. Даже уже и не найти причин, по которым можно было бы сейчас отказаться от покупки этого драгоценного металла. Поэтому 2000 – это ближайшая цель. Ориентируемся на данный уровень. Европейская валюта в соответствии с ожиданиями. Идем вниз. 1,0789. Цели 1,0750. 1,077. Напоминаю то, что Европейский Центральный Банк по итогам заседания на прошлой неделе дал понять, что ни в коем случае не нужно сравнивать политику Европейского Центрального Банка и политику ФРС. Это как сравнивать яблоки и апельсины. Это дословный перевод комментариев Кристин Лагард. Тех, кто хотел купить европейскую валюту, конечно же, они ждали все-таки больше конкретики. Относительно того, готов ли ЦБ в кратчайшие сроки свернуть программу количественного смягчения и готов ли ЦБ в связи с этим раньше пойти на повышение процентной ставки. Но, к сожалению, покупатели этого не дождались, потому что ЦБ не стал корректировать планы по выходу из программы количественного смягчения. В третьем квартале в соответствии с прежней дорожной картой она завершится. И повышение процентной ставки, если произойдет, если произойдет, это очень большое условие, сентябрь. Поэтому, соответственно, тем из вас, друзья, кто рассчитывал, что евро точно получит хороший буст и ускорение для восстановления, поскольку заседание Европейского центрального банка должно было помочь начать спекулировать на теме того, что ЦБ несколько раз повысит процентную ставку. Сейчас эта логика уже несостоятельна, потому что в случае, если ЦБ не изменит планы по выходу из программы количественного смягчения, в этом году ставка будет повышена только лишь один раз. Хотя я в этом вообще сомневаюсь, потому что Кристина Лагард не дала ни единого сигнала, который позволял бы рассчитывать на то, что ЦБ будет бороться с высокой инфляцией. Я согласен с Лагард, что ни в коем случае сейчас не нужно накидывать действия ФРС на необходимость таких же действий со стороны ЦБ, потому что за Европейским центральным банком сейчас находится экономика валютного блока, сталкивающаяся с совершенно другими рисками. Главный из них – это энергетический риск, который спровоцировал, точнее угроза реализовавшаяся, спровоцировала резкий рост инфляции и отправила экономику валютного блока в стокфляцию. Кстати говоря, сегодня на моем вебинаре можно будет обсудить перспективы евро, поэтому если вам эта тема интересна, голосуйте. Я с большим удовольствием раскрою вам со всех сторон, почему все-таки евро – это главный потенциальный аутсайдер на ближайшие недели. Рынок нефти, бренд 112.76, достигли мы нашей первой цели в 110, ждем теперь актив на планке 115-120. Большое спасибо экспертам, докладчикам ОПЕК и Международного агентства, которые усилили лично мое мнение относительно дефицита предложения. На своих прошлых брифингах я рассказывал по цифрам, насколько сейчас фиксируется этот самый дефицит и нехватка глобального предложения. На запасы нефти, друзья, сейчас не обращайте внимания, потому что если для вас могло показаться, что если запасы растут – это фактор негативный для рынка нефти, но не забывайте, что запасы сейчас растут не за счет органического спроса на внутреннем американском рынке, а за счет того, что очень много сейчас поступает нефти из резервных хранилищ, это в рамках той программы, которая была инициирована администрацией американского президента, для того, чтобы ослабить темп восходящий и попытаться снизить стоимость углеводородов. Я думаю, что эта программа в итоге будет несостоятельная, но мы сейчас работаем в основном с риском энергетическим и с вероятностью того, что очень скоро будет анонсирован еще один пакет финансово-экономических санкций против России, который коснется энергетического сектора и может стать причиной серьезного дефицита, еще большего дефицита, нежели чем сейчас предложение на глобальном рынке. И два актива еще, за которыми мы следим, доллар-канадец, пока что, друзья, пара никак не хочет разворачиваться и идти к тем ценам, которые мы обозначили, но учитывая, что за 25 апреля Банк Канады начнет сокращать программу количественного, точнее начнет запустить программу количественного ужесточения, и за счет роста цен на нефть потенциал снижения этой пары остается еще значительным. И американский фондовый рынок 4361 пункт, наша следующая цель 4300 пунктов. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание, хорошие друзья торговой недели и до скорых встреч. Всем пока!